Радио Болтком Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Ну и мы начинаем программу Климат-контроль Константин Рангс Ученый, журналист, вишущая науки Морской геолог с нами на прямой связи Здравствуйте, добрый день, Константин Добрый день Вот в Америке, по-моему, пришла новость о том Что рапортуют о 100-миллионной вакцинации То есть там достигнут вот этот Какой-то психологический рубеж И все очень и очень за это переживают Собирались мы, да, поговорить о том Вот что, какие здесь вот могут быть Подводные камни Насколько страх ведь все-таки есть У многих людей перед вакцинацией И насколько вот все это Связано с необходимостью Вот следить за своим собственным здоровьем Ну, можно сказать, что, конечно, в некоторых странах Все-таки добились определенных успехов В области вакцинации Вот Гибралтар Хоть страна и маленькая Да, там, по-моему, меньше 35 тысяч жителей Официально Но, тем не менее, она отрапортовала Что она первой в мире Закончила свою вакцинацию То есть все 100% населения 100% тех, кто должен получить прививку Кто может У кого нет противопоказаний Все они ее получили Вообще, надо сказать, что действительно Британия демонстрирует Такой завидный успех У них, по-моему, уже больше 26 миллионов привитых И надо сказать, что темпы они не снижают И очень надеются, что в ближайшие месяцы Им удастся добиться, так скажем, запланированных уровня И тогда, к лету, кривая заболеваемости Точно пойдет вниз И уже осенью, очевидно, будет новый всплеск у них Но он уже не будет иметь таких драматических Такого драматического значения Как он был, например, вот осенью минувшей этой зимой Но Соединенные Штаты, да, действительно Было бы странно, если бы страна Которая является, можно сказать, крупнейшим в мире Производителем фармацевтической продукции Не смогла бы обеспечить свое население В первую очередь, свое население Нужным количеством вакцины Кстати, надо же заметить, что со времен Дональда Трампа Система же, американцы ведут же себя жесточайшим образом Вакцины за пределы США не уезжают Да им, собственно говоря, нет, зачем это А если где есть что То они тоже не против были бы и заказать, и прикупить Так что, в общем-то, если сохранится вот эта вот тенденция То, очевидно, и темпы в Соединенных Штатах тоже сохранятся Но, в принципе, как говорится, за них можно только порадоваться В России, интересно, вот говорят, что там достаточно серьезные послабления все-таки Сейчас открыты и кинотеатры, и работают театры И, в принципе, масочный режим, по-моему, только в метро Но насколько там вакцинация в процентуальном отношении? Ну, надо сказать, что в процентуальном отношении, конечно, не так-то и много Тут, ну, важно учесть еще такой важный момент Население Российской Федерации гораздо более молодо Вот так, если посмотреть Чем население, допустим, старушки Европы Вот реально старушки Европы Или, допустим, тех же Штатов Имеется в виду средняя продолжительность жизни И это одно из мнений таких Дело все в том, что если мы посмотрим кривые смертности То, конечно, она резко взлетает после 60 лет А после 70 поднимается вообще так очень круто То есть, по сути дела, человеку нужно дожить еще до того возраста Когда, чтобы заболеть вот этим заболеванием ковидом Означало для него фактически, ну, как минимум Тяжелое течение болезни И очень высокие шансы на летальный исход Поэтому есть такая точка зрения Что поскольку в России таких стариков мало Таких стариков мало То, естественно, и смертность меньше Но и к тому же еще же нужно учитывать очень важную вещь Россия это отнюдь не только Москва и Санкт-Петербург Вот, все-таки Россия в значительной мере Это страна провинциальных городков И плотность контакта там среди людей Она гораздо ниже, чем, например, в центре города Ну, нет, условно говоря, там метро Люди ходят по улицам, ездят на велосипедах Либо на своей машине Вот и все И дальше возникает вопрос Именно вот этого критической массы людей Чтобы в какой-то один момент собраться И всех заразить Таких шансов меньше Это одна из версий Но надо заметить, что еще довольно-таки давно Уже в России сформировалось И значительное количество так называемых антипрививочников Это тоже очень сильная вещь И иногда становится смешно Когда говорят, что вот Российское государство Оно как бы против прививок Отнюдь нет Послушайте, российские средства массовой информации Государственные Они чуть ли не из каждого утюга Призывают всех вакцинировать Но вопрос такой, что Как всегда в России Скептическое отношение к тому, что предлагают власти Это ко всему относится А с другой стороны Ну, зачем я пойду вакцинироваться Чем-то непонятным Если вот вокруг меня нету никого заболевшего А те, кто заболел, легко там Прогрепповал, как они говорят И все закончилось Зачем мне нужна эта подозрительная вакцина Вот и все Так что мне кажется, что Россия Да, и что очень важно Фактически нету связи с внешним миром Она есть, но она тем не менее Все равно не такая активная, как была раньше Нету огромного потока туристов Это тоже все одно играет с другим И я так думаю, что в принципе это объясняет И состояние того, что происходит в Российской Федерации Но если вот мы вернемся к вакцинации Насколько все-таки отношение к вакцинированию Скептицизма у некоторых людей оправдан? Насколько в принципе вот это наблюдение за человеком Как у него протекает вот это После вакцинации состояние здоровья Вот контролируется в Европе и вообще во всем мире Вы знаете, вот тут очень важный момент Что в принципе Одна из позиций критики В отношении того, что случилось И что высветило вот эта вот эпидемия Это то, что медицина из социальной функции Превратилась в бизнес То есть, собственно, услугу То есть, условно говоря Вам что-то нужно Мы вам это сделаем За ваши деньги Ну да, не важно даже за чьи деньги Но это услуга Но дело все в том, что человеку Несвойственно копаться в себе собом Подавляющее большинство людей С одной стороны, конечно Могут быть люди, которые исключительно мнительные Эти люди ищут, что называется, любую болячку И таким образом загружают Систему здравоохранения Ну ладно бы, как говорится, за свои деньги Да, так они же еще и за общественные деньги Это делают А есть люди, их похоже большинство Которые не хотят знать диагнозы Которые не хотят в себе рыться Да я и так отлично чувствую Сколько мне приходилось сталкиваться с мнениями Что зачем мне идти А вдруг я еще что-то про себя нехорошее узнаю Это тоже естественная вещь И вот когда вы пускаете людей на самотек Вы оказываетесь в ситуации Что пока все более-менее нормально Как бы все и работает Кто захотел, тот получил Но когда появляется вот такая вот Массированная нагрузка На здравоохранение То выясняется, что в стране может быть Огромное количество людей У которых скрытые заболевания есть Латентные формы Которые, кажется, вроде бы к врачу ходят Но и вот что хотелось бы сказать Это же фантастическая вещь Пойти к доктору И жаловаться сначала Что доктор тебя не принимает Там трудно в очереди Прийти к доктору Рассказать ему о всех своих бедах и несчастьях Получить рекомендации Получить рецепт Выкупить это лекарство Положить его на полку И не соблюдать ни одной из рекомендаций Дальше возникает вопрос А откуда доктор, допустим, спустя какое-то время Когда этому человеку приспичило вакцину получать Допустим, ну, прививаться Или что-то там еще За границей куда-нибудь поехать В тропическую страну Где нужно, условно говоря, вакцинироваться Полно стран в южном поясе Тропического Куда без прививки Допустим, от желтой лихорадки Тебя вообще не пустят Ну вот, так вот, ты, значит Приходит такая персона Которая приходит к врачу А что врач? Ну, он открыл, он смотрит Да, действительно, там полгода назад Или год назад Жаловался человек На такие-то симптомы Вот ему это выписали Вроде выкупил все А ты пил это лекарство Так еще мало того, что те, которые честно скажут Не пил я ничего А есть еще фантазеры, которые скажут, что пил Но не помогло Я не хочу сказать, что это вот как бы Все беды происходят от таких вот пациентов Но такое явление в той или иной степени Оно присутствует И чем была, мне кажется, сильна Система диспансеризации обязательной Которая существовала раньше Так это было в том, что человек должен был Постоянно, регулярно обследоваться А я еще застал эти времена И, кстати, мы в свое время студентами Жутко на это ругались Потому что считали, что это Ну, господи, ну зачем мы должны потратить Там чуть ли не целый день Ну, то есть нас снимали с занятий Отправляли в поликлинику Где нужно было обойти кучу кабинетов Пройти, обследовать и глаза, и зубы И хирурга, и там еще кучу других специалистов И тогда мы плевались и говорили Что такое, мы теряем драгоценное время Мы там не пошли на занятия, которые нам нужны Может быть, ну вот сейчас задним числом Вот задним умом ты понимаешь Что в этом была какая-то своя сермяжная правда Потому что так вот ты бы сам не обошел Этих всех специалистов Если бы тебя не заставили, не привели за шкирку Конечно И ведь нужно понимать Что, допустим, тот же самый бедный семейный доктор У которого куча народа Он не может просто как бы догадываться о том Как его пациенты выполняют все функции И это, кстати, не относится только к Латвии Или там, допустим, к России Такое существует повсеместно Люди, в принципе, везде одинаковые И слабости у людей тоже одинаковые Понятно, почему Вот все, допустим, во всех странах онкологи говорят Ну, обследуйтесь, обследуйтесь Особенно по случаю рака молочных желез у женщин Это же просто действительно Специалисты доказывают С цифрами, с фотографиями, с мнениями людей переболевших Что если ты раньше успел захватить болезнь И отказаться от всех заболеваний Тем у тебя больше шансов выйти из ситуации с наименьшими потерями Но ведь люди зачастую подозревают, что у них что-то есть И не ходят Просто отказываются Но это политика страуса, да? Опять-таки, этому способствует система медицины как услуги Раз ты не пошел, ну что, как говорится Не болит, так и что с тобой дальше делать А эпидемия, когда мы все оказываемся Понимаете, когда у тебя одна какая-то личная болезнь Вот То тогда как бы язва желудка или там цирроз печени То это как бы не особо задевает окружающих А вот в случае инфекции это касается уже всех И тут нужно выяснить ситуацию Кого лечить и как лечить Кого прививать, кого не прививать Кого если прививать, то какой прививкой Выбрать какую вакцину надо А для этого у, так скажем, врача, который принимает решение Должна быть база данных, фактура Он же тоже человек, ну как он может решить Если нет права, по вам, уважаемый господин или госпожа Никаких данных И вот поэтому существует точка зрения Что либо должна быть какая-то Такая жесткая система регулярного обследования Либо, вот, откуда все это пошло Либо существует идея, она появилась не вчера Она появилась еще, по-моему, лет 15-20 назад Чипирование Да, чипирование Без всяких микротайных чипов, ничего Нормальные чипы размером с большое рисовое зерно Такие в кошек вставляют, в собак вставляют в Европе Я с этим столкнулся в 2001 году в Финляндии Кошку хозяйскую чипировали Хозяйская кошка потерялась Полиция ее поймала, поднесла сканер Тут же получила номер через компьютер Тут же мгновенно выяснили, чья кошка Откуда она, значит, сбежала На словах чипирования у нас начали активно звонить слушатели Здравствуйте Вот, 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 я только закончу Погоди, только закончу А потом возникла следующая вещь Спохватились, что существует очень много уже людей Престарелых людей Хорошо, которым за 80 Которые страдают заболеваниями Вот, например, тот же Альцгеймер И они забывают, куда они пошли Кто они такие Они теряют кошельки, личные карты, деньги, да И возникла идея Если им вставить в запястье такой чип Он взял пакет, условно говоря, молока на полке магазина Прокоит через специальную кассу Ручкой провел И все, у него со счета списали стоимость этого молока Если он потерялся, полицейский любой тут же проверит Бамс, так это, условно говоря, господин Юсипелин Он живет на такой-то, такой-то улице Вот мы его сейчас посадим, отвезем домой Все упрощается Человеку плохо стало Он вообще уже говорить не может Медик подносит датчик И тут же узнает все Что человек этот принимает такие-то лекарства Такие-то лекарства ему принимать нельзя И вот тут-то мы приходим к очень важному моменту Что в такой чип можно занести информацию Не в сам чип, но это неважная технология Можно занести информацию о том, что происходит с человеком Какие у него анализы, какие запреты есть на что И когда придется, условно говоря, этому человеку вколоть То или иной препарат То достаточно тут же поднести индикатор И узнать, что этому человеку вот это колоть можно А вот на это у него аллергия Ну вот сейчас тут, наверное, и выскажется наш слушатель Да, доброе утро Доброе Сразу можно пошутить про чипы? Сейчас же пройдет времена Это силиконовые груди, накачанные губы Еще плюс чип, вот реально будет бабушка-трансформер Через какое-то время Я не про чипы хотел сказать, про Скандинавию Вот, Константин, мы там прожили Ближайшая страна, наверное, Финляндия, это Швеция Почему вот Швеция пошла именно таким путем Людей и коллективный иммунитет Вы вот про ее здравоохранение можете рассказать? Насколько оно, как бы я прочитал Что там реально визит к врачу Может составлять 14-30 евро на наши деньги В эти деньги будет входить тебе обязательно Обследование, рентген, допустим Обязательно будет поставлен диагноз Выписаны все рецепты И в общем ты в год Вообще максимум можешь на свое лечение потратить 300 евро Да, из этих 300 евро То, что тебе оплатят Ну, как то, что ты оплачешь там При их зарплатах Мы понимаем, какие это Сколько это процент Остальное все покроет государство Если, ну, ты болеешь больше Поэтому не пошла ли Вот Швеция именно таким путем Потому что у нее сильное здравоохранение И реально в людей Хотят сделать здоровую нас Спасибо Ну, надо сказать, что я не могу говорить по поводу Швеции Потому что я там не жил, не работал А вот по поводу Финляндии Могу сказать, что Мы сталкивались с одной очень простой вещью И многие сталкиваются Что да, когда вы становитесь признанным официальным больным Вот это очень важно То с вами будут носиться Вы получите очень хорошее лечение И стоимость Вам не нужно будет думать о том Сколько оно стоит Это правда Но на стадии вот того Когда вы дойдете до этого признания У вас будет довольно-таки скучная жизнь В том, каком плане Вы приходите в поликлинику За вами никакой скорая помощь не поедет Вы в такси едете В поликлинику Или в больницу Вы записываетесь на прием В регистратуре Я рассказываю про то, что было со мной За 20 лет Несколько раз И после чего Уже там регистратор В чине, как говорится, фельдшера Определяет, какому фельдшеру вас отправить Потому что к врачу вас отправлять Никто не будет Чтобы вот именно отфильтровать Вот этих самых всевозможных людей У которых каждая вот ему что-то где-то кольнуло И он тут же к доктору Нет, доктор это для государства обходится дорого Понимаете, деньги-то ведь не берутся ниоткуда Доктору все равно надо заплатить Иначе он в частную клинику уйдет А заплатить из бюджета А бюджет из налогов И видите, налоги там хорошие Вот Пропорациональная шкала такая Растущая И вот это очень важный момент Что вам дают таблетку Как говорится, разломленную пополам Эту утром от головы А эту вторую от желудка Вот И главное не перепутать Вот И все После чего вы должны, так говорится, терпеть Совершенно спокойно И вот фраза о том, что потерпите Или вы раненую ногу, допустим, мойте холодной водой Помогает А это сплошь и рядом И вот так вот ты можешь сидеть долго И вот пока не случится очень важный момент Пока не будет принято решение Что действительно у тебя серьезное заболевание И ты переходишь уже как бы в разряд специальных пациентов Вот тогда уже это как бы новый ярус То есть я что хочу сказать Что идеальной системы здравоохранения Пока что нигде как бы не просматривается Та или иная вариант И говорить о том, что, например Скандинавская система Она идеальна Или она универсальна Тоже ведь нельзя Потому что ее тоже нет Посмотрите Финляндия и Швеция Вроде такие близкие страны Но Финляндия с самого начала Ввела политику карантинов Например Год назад она полностью Перекрыла бетонными глыбами Автодороги в центральный столичный регион Когда он был основным источником заразы Армия Быстренько все перекрыли Все Как говорится Никуда не денешься Когда же все Уровень заболеваний По всей стране сравнялся Вот тогда эти бетонные Загородки убрали И сейчас посмотрите Там ввели жесткие меры Ну для своих точки зрения Потому что у них до этого Кривая пошла вверх У них там 700 Заболеваний в сутки Вроде бы страна в два раза С копейками больше Чем Латвия Но ведь у них было Когда сравнительно недавно И 50 заболеваний в сутки Сейчас у них это рост И поэтому они опять принимают Жесткие меры Закрывают рестораны Переводят там детей на обучение То есть там И кстати В стране Вводится очень жесткая проверка При въезде в страну Вот сейчас это Тотальная проверка И если ты попытаешься Обойти закон Условно говоря Отказаться Отвильнуть Обмануть То можешь получить Тюремный срок Совершенно реальный И в Финляндии получишь А это потому что Они работают в этом смысле Очень жестко И очень четко У нас В Швеции Как мы поняли Доброе утро Выработку вот этого Коллективного иммунитета Ну и что Вернулись Пришли к финскому Да у нас звонок Да здравствуйте Доброе утро А я про чипирование Хотела сказать Существует Очень распространено Это мнение Что через чипы Большой брат Будет следить за нами Всеми контролировать Наши Чуть ли не мысли И церковь Часто выступает Против Чипирования Спасибо Ну вот я к тому Что действительно Вставили мы этот чип Скажем пенсионеру Ну человеку Который Сальцгеймером Или там Просто вот Чтобы контролировать Ведь один шаг Вот он пошел Покупать продукты А ведь только один шаг Для того Чтобы например Запретить ему Продажу алкоголя Например Ну врач посчитает Что алкоголь ему вреден Пройдет он Раз чип не срабатывает Говорят Извините У вас на этот На эту группу товаров Чип не срабатывает Или на сигареты Если врач скажем Делает пометочку Вам курить вредно Раньше это была рекомендация А сейчас Один шаг Только чтобы В этом чипе Например Снять галочку С сигареты Алкоголь И все И человек не может Это купить Ну не Ну конечно Это ограничение Но опять Как всегда Ведь допустим Сторонники Вот этого метода Они ведь всегда Говорят о том Что нужно рассматривать Баланс Между пользой Которую мы получим От этого И потенциального Вреда А какой вред Что человек Будет себя травить Алкоголем И сигаретами Вот это вред Сейчас между прочим В той же Финляндии Планы В ближайшие 10-15 лет Полностью прекратить Курение Жесточайшими Драконовскими Методами Потому что Курение Это Дело Как вот сейчас Рассматривают Это дело Это не личное Потому что Ты болеешь Тебя больного Надо лечить Лечить За государственный счет То есть За деньги Налогоплательщиков То есть Получается Люди Которые К твоему Курению Никакого отношения Не имеют Оплачивают Твое удовольствие Последствия Твоих удовольствий То есть Вот это Вот такой подход Он как раз И предполагает Да Общество Таким людям Будет ограничивать Право Травить себя Вот это Исколье Второе Мы и так С мобильными Телефонами Уже постоянно Сообщаем И себе Где мы находимся Очень многие люди Платят с мобильных Телефонов То есть По сути дела Вопрос сейчас Заключается в том У тебя это будет Большая коробочка Или маленькая Такая же Фитюлька Под кожей Вот Опять же Посмотрите Как Мы же и так Находимся Под колпаком И еще Человеку Которому Условно говоря Там Он пенсионер Он не носитель Государственных Секретов Вопрос задается А что Он может Скрывать Почему Нельзя знать Где он Находится И вопрос Ведь еще Какой Не идет Речь о том Что это нужно Делать В принудительном Порядке Это можно Сделать В добровольном Принудительном Порядке То есть Человек Будет Как сказать Иметь выбор Кстати В той же самой Швеции Когда появились Первые Такие прототипы Этих чипов Многие Сотрудники Одной Электронной Компании Тот же Пожелали Чтобы им Эти чипы Вставили И знаете Зачем Для удобства Потому что Они очень быстро Пришли к выводу Сначала Они просто Их приклеивали Скотчем К руке Очень просто Где угодно Через Двери Проходи Удобно Плати И вообще Не нужно Думать О том Что у тебя Лежит В карманах Хоть Купайся Но в любой момент У тебя Можно выяснить Кто ты Такой Твои позиции Допуски Лекарства Аллергия И все Что угодно Удобства Вот еще в чем дело Молодые люди Причем На это пошли Да Доброе Здравствуйте Я хочу про типы Спросить Скажите пожалуйста А на каком критерии И кто будет Вот этот вот Абсолютный судья Который будет решать Где Какое ограничение Какому человеку Поставить Вот это вот Господь Бог Или же Это самое Трамп Или кто еще Кому дадут Такие права Абсолютные критерии Масово нигде не ставит Во-первых Я повторюсь Что эти типы Это вполне Осязаемые Такие Рисины Ну Вещи Я их держал в руках Второе Что очень важно Все которые Ставили Делались Эксперименты Это были Именно эксперименты Добровольцы Как раз Из-за того Что пока Совершенно Непонятно Юридическая база Юридическая база Непонятно Этого Процесса Как бы Ему Хода И не дают Потому что Вот как Заметила Кто будет Решать То есть По идее Это да Вот как Со всеми законами Может решить Правительство Однозначенное Избранным Всенародно Избранным Парламентом Да Вот Казалось бы Ну простая схема Но дальше Возникает вопрос Какое будет Право у человека Отказаться Вот смотрите С тем же Мобильным телефоном Мы же Когда устанавливаем Мы можем соглашаться Допустим Передавать Какие-то данные Можем не соглашаться Тогда тоже получается Вы ставите чип И тогда Допустим Оговаривается Что там Есть только информация О ваших Аллергиях И Например О вашем Местонахождении И Например Возраст И личные данные Больше Никакой информации Вы В него Запрещаете Поиспользовать Или Это уже Будет решать Какая-то Другая Сторона Но Идея-то Видите Я хочу Повторить Идея Мы возвращаемся К чему Или мы Чипируемся И тогда Система Определяет Когда Мы должны Условно Сходить К доктору Сдать Анализы И все Такое Прочее Либо Мы Раз не Хотим Чипироваться Должны Своими Мозгами Думать И Сами Ходить Регулярно К доктору Выполнять Предписание Врачей И таким Образом К моменту Х Вот К ключевому Моменту Когда будет Приниматься Решение Какую вам Давать Прививку Или Какое вам Прописывать Лекарство Сейчас Все Привязались К этим Прививкам А я Как Диабетик С 11 Летним Стажем И сердечник С 23 Летним Могу Точно Сказать Что Существуют Лекарства Которые Пострашнее Этых Самых Прививок У нас Еще Один Звонок Здравствуйте Добрый День Ну Вы знаете Вообще Конечно Это вызывает Улыбку И смех То есть Все Человечество Хотят Загнать Стадо Как баранов Баранов Чипируют Чтобы видеть Где они там Ползают По полю Или что Ну если люди Хотят быть баранами Чтобы их загнали В одно стадо Ну ради бога Господин И господин Так Ратуют За это Пускай Первый Себе Чип Поставят Спасибо Ну я Вот Все таки Хотел бы Здесь Немножко Уйти В другую Сторону К вопросу Кто Принимает Решение Вот Когда Мы Говорим Вот О каких-то Ограничениях Ведь Сейчас Есть Тоже Тревожные Звоночки О том Что Эти Принятия Решения Делегируются Искусственному Интеллекту И Были Уже Неудачные Опыты Когда По-моему В Великобритании Искусственный Интеллект Определял Выдачу Виз Ну то есть Доверили Вот по Совокупности Чтобы Ну Искусственный Интеллект Анализирует Все данные О Вот этом Мигранте О человеке Который приехал Например В страну Находится Временно И он Должен Принимать Решение Продлевать Ему Визу Не продлевать Какие Там Есть Ну Какие Определенные И был Сбой В системе Когда Эта Система Вдруг Принимает Решение О высылке Абсолютно Всех Мигрантов Из Страны Это Было Пару Лет Назад Это Был Сбой В системе Его Приходилось Потом Вручную Просто Исправлять Но Вот это К тому Что Опасность Такого Аутсорсинга Каким То Искусственным Интеллектом Передача Каких-то Важных Решений Которые Касаются Жизни Обычных Людей Ну Так Отсюда Понимаете Получается Простая Вещь Я повторюсь Варианта Два Либо Ты Идешь По пути Наименьшего Сопротивления И делегируешь Как говорится Большому Брату Кому Угодно Всю Свою Жизнь Но Тогда Тебе Не нужно Ни О чем Париться Вот Сидишь Ты Со Своим Чипом И Жизнь У тебя Становится Ясна Проста И Светла Либо Второй Вариант Давайте Ребята Думать Своей Головой Но Тогда Опять-таки Не нужно Жаловаться Тогда Нужно Понимать Что Если Тебе Нужно Что-то Делать Ты Должен Постоянно Во-первых Ты должен Постоянно Переучиваться И Отговорки О том Что Я не Умею Пользоваться Компьютером Уже Не Принимаются Не Надо Говорить О том Что Ты Можешь Делать То Или Сё Ты Мог Лечиться Ты Отказался От Лечения Ты Должен Принимать Ответственность На Себя Но Это Очень Тяжелая Вещь Для Очень Многих Людей Поэтому Ведь Собственно Говоря Надо Понимать Что Многие Эти Вещи Те же Самые Чипы Они Появились В Недрах Негосударственных Они Появились В недрах Коммерческих Компаний Которые Очень Четко Поняли Что Если Создать Вот Такую Штучку То На Нее Будет Очень Большой Спрос И Не Обязательно Государство Начнет С этим Делать Нет Люди Сами Побегут Вот Как Господин Сказал Про Стадо Очень Многим Людям В этом Стаде Очень Уютно И Тепло И Не Нужно Ничего Ни И Получается Что Неважно Ты В стаде Ты Не В стаде Принаступает Момент Когда Условно Гая Нужно Принять Ответственное Решение Условно Гая Колоть Тебя Чем Колоть Или Николоть И Вот Тот Выясняется Что Для Того Чтобы Принять Решение Нужно Иметь О тебе Информацию Человеку Который Принимает Решение Или Даже Тому Искусственному Интеллекту Неважно Но Если Этой Информации Нет Или Если Эта Информация Ложная То Потом Действительно Тебе Могут Прописать Лекарства Или Вакцину Которые На самом Деле Тебе Неполезны Вот О чем Идет Речь Ну И я Хочу Добавить Что Действительно Люди Делятся На Вот Эти Две Категории Тех Кто Хочет Взять На себя Ответственность За Свою Жизнь И Кому Все Таки Комфортнее Когда Это Решение Принимают И Недаром Вот Есть Люди Которые Вспоминают Например Службу В армии Как Самые Лучшие Свои Годы Жизни Именно По Какому Принципу Ты Тебя Кормят Одевают И Самое Главное Тебе Не нужно Принимать Решение Все За Тебя Уже Приняли То Ты Просто Выполняешь То Что Тебе Говорят Другие Ты Сам Ничего Не Решаешь И Это Чувство Какое-то Освобождение От От Ответственности Они Воспринимали Как Самое Комфортное Состояние В Своей Жизни Ну Так Это Как Раз И Характерно Для Большинства Так Называемых Обывателей Они Все Предпочитают Жить Своей Спокойной Размеренной Жизнью У Всех Есть Какие-то Свои Семейные Интересы Это Все Совершенно Понятно И Нельзя Упрекать Людей Что У них Такие Цели Стремления Но Дальше Просто Людям Нужно Понять Что Либо Мы Оставляем Все Как Есть И Тогда Они Получают Вот Такую Порцию Риска Либо Они Предпринимают Сами Какие-то Активные Действия В данном Случа Говорю Именно Про Здоровье Ребята Давайте За собой Следить Никто Не мешает Вам Сделать Анализы До Прививки И Если Что-то Вас Волнует Сделать Анализы Условно Говоря Через Две Недели После Прививки Вы Можете Посоветоваться Со Своим Доктором Какие Вам Нужно Сделать Анализы И Если Даже Вы Не Попадаете В Какую То Программу Это Не Очень Дорого Стоит Кстати Если Я Был Государственным Человеком Я бы Придумал Какие Нибудь Подарочные Сертификаты Сертификаты На Медицинские Прививки Очень Хорошо Было Бы Потому Что Люди Должны Знать Что Они С 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 Ну Да Тромбозы Но Слушайте Тромбозы Случаются Постоянно И Кстати Стоит Думать О Тромбозе Не только В связи С прививкой А в связи С тем Что у тебя Начинают Странно Болеть Ноги И Это Может Закончиться Очень Плохо Или Ты Травмировал Колено К примеру Как в Один Мой Друг Ему Там Делали Операцию А потом Дело Закончилось Тромбоэмболии Легочной Артерии И Слава Богу Его Спасли Он Находился Что Называется Под руками У врачей То Ребята Нужно О себе Думать Ведь Это Же Смешно Мы Беспокоимся О своих Автомобилях Которые Каждый Год Нужно Пройти Тех Осмотр Носимся Чтобы Там Все Было Чтобы Балансированы Были Колеса Там Все Миленькое Чистенькое А О своем Собственном Организме Отношение Такое Пройдет Или Таблетку Какую Нибудь Выпьем Вот Об этом Идет Речь О том Что Мы Приходим К встрече С Новыми Препаратами Не Зная Как Наш Организм Вообще На что Реагирует Вот Это Очень Плохо Вот Собственно Говоря Про Что Я Хотел Сказать Спасибо Огромное Константин Рангс Журналист Ученый Сегодня Был С Нами В Программе Климат Контроль До Встречи В Следующей Пятнице Всего Хорошего До Свидания